Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 18 сентября и давайте посмотрим, с чем у нас начинается торговая неделя. Пара евро-доллар в пятницу смогла уйти выше максимума в четверга, выше отметки 1.1922, смогла закрепиться выше этого уровня и на текущий момент мы видим продолжение восходящего тренда в область уже 1.2068, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро вновь вернулась к восходящему сценарию. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу, это отметка 1.19, закрепится ниже этого уровня и тогда уже тенденция на ослабление повторится вновь. Но на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара британский фунт, американский доллар продолжает укрепляться. В пятницу доходили до максимальной отметки в области 1.3616 и на текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были в пятницу, это отметка 1.3375. Тенденция на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару также остается в приоритете. Австралийский доллар, американский доллар в пятницу смог также закрепиться выше максимума в четверга, это отметка 0.8016 и на текущий момент тенденция на укрепление также получила подтверждение с ближайшими целями движения в область 81.29. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальной значения пятницы, это отметка 79.86. Пара американский доллар и японская иена продолжают корректироваться, коррекционное восходящее движение сохраняется на текущий момент и в пятницу мы видели уже максимальные значения в области 111.32, ушли выше максимальные значения, которые мы видели в августе, это отметка 110.67 и на текущий момент тенденция на укрепление продолжается. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были в пятницу, это отметка 109.54. Пара американский доллар и канадский доллар в пятницу также смогла уйти ниже минимальных значений четверга, это отметка 1.21.58, поэтому на текущий момент пока пара торгуется ниже максимальные значения пятницы, это область 1.22.17, 1.22.30, тенденция на ослабление по данному активу на текущий момент остается на ослабление в приоритете. Пара евро-фунт продолжает снижаться, здесь ничего не меняется уже довольно-таки продолжительное время, и на текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимумах, которые были в пятницу, область 8.902. Только после преодоления уже данных значений мы можем говорить о покупках по данному активу. Золото на текущий момент не смогло в пятницу закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 13 сентября, это отметка 1334 доллара за тройскую унцию, и сегодня с утра мы уже видим торговлю ниже, во-первых, пятницы и вблизи минимальных значений четверга. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление золота остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимальных значений, которые видели в пятницу. Нефть марки Brent, здесь также тенденция на укрепление сохраняется, хоть в пятницу и не смогли мы обновить локальный максимум, максимум четверга, отметка 5606, но пока мы торгуемся выше 54.93, тенденция на укрепление остается в приоритете. Ну и по индексу DAX, сегодня с утра мы видим уже уход выше области флета, который мы видели на прошлой неделе, закрепились выше максимальные значения, которые были на прошлой неделе, это отметка 12563, и тенденция на укрепление получила свое подтверждение. Уход ниже минимальных значений, которые были на прошлой неделе, а именно отметка 12478 вернет нас к продажам по данному активу, но на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. И также, коллеги, напоминаю, что сегодня состоится вебинар, как всегда по понедельникам в 19.30 по московскому времени, где уже каждый из инструментов мы разберем более детально, и где я также отвечу на ваши вопросы по текущей ситуации на рынке. Ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео, также напоминаю, если вам оно понравилось, то ставьте лайк, и увидимся уже сегодня вечером. Всем спасибо, всем желаю хорошей торговой недели, и до вечера.